Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина, и это канал о рукоделии и вышивке крестом. И как вы видите, я отправляюсь в Италию на рукодельную выставку. Мы туда едем, нашей дружной компанией, с которой мы уже ездили в Париж. Там будет Тая, там будет Ира. И я надеюсь, выставка понравится. Если вам интересно посмотреть её, то оставайтесь со мной. Я приехала на вокзал Милано-Чентрали. Здесь мы встретились с Ирой и отправляемся уже поездом в Модену. Там пересадка, и мы приедем в Фармиджине. Это вот такой маленький городок. Я, честно, не знаю, это наша выставка или не наша выставка. Ну, вот здесь чего-то выставка. Мы идем ищем с полюгосмирсом. Мы приехали на вышивальную выставку. Город называется Фармиджине. И сейчас мы встретим Тау, и даже Лена Луцкого приехала. Так что у нас будет бригада УХ. Такой смешной был прикол. Нас регистрировали в гостинице. Говорят, а что происходит? Почему я сегодня целый день только украинцев регистрирую? Ну, вам повезло. Вам сделают кассу на выставке. Старый город. Территоры известные. А вот в этом здании слева это проводится выставка. Сейчас я вывеску с фотографией. Покажу вам, как это все красиво. Не красная дорожка, но сиреневая тоже приятно. Вот это такая площадь. А вот эта выставка называется Филис Сен-Соте. И вот такой фото. Я же вене вроде побачу. А, си, портолица. Нет. Я никого не бачу. Для нас это был сюрприз. Мы не знали, что приедет Лена. Ну, и вот с Рената сфотографировались. К сожалению, не разрешают снимать. Здесь видео я вот так медленно приведу. И потом вам покажу, как будет. Французские дизайнеры тут тоже присутствуют. Там дальше Рената Баралай. Он вообще тут запрещает. Вот здесь сиренита. Ну, начнем, пожалуй, с Лилии Виолетт. Я, как уже сказала, там они не очень хотят, чтобы их снимали. Даже, можно сказать, очень не хотят. И вот надо было там украдко как-то тайком снимать это все. Вот это дизайнеры со своей дочерью. И вот такие у нее в примитивном такие человечки. Ну, интересные кому, кто любит такое. Если хотите, я постараюсь оставить на всех ссылочки на этих дизайнеров, которые присутствуют. И вы можете, конечно, пройти на их сайты и посмотреть поближе их работы. Ну, а так, чтобы общее представление, имейте вот такой беглый взгляд. Следующая у нас Сиренита де Компания. Ну, а того, что снимать нельзя, так я еще смогла снять и рукавом закрыла. Вот это Чичилия Вота. Это дизайнеры этой компании. Привезла она с собой свои классические дизайны. Ну, и, естественно, пасхальную тематику перед Пасхой. У нас Пасха 31 марта. И вот посмотрите, какие славные кролики, какие красивые композиции. Очень все нежное, такое красивое. Ну, понимаете, устоять там вообще было невозможно, чтобы что-то не купить. Естественно, мы набрали всего. А вам предлагаю пройти на ее сайт и посмотреть поближе все ее работы. Вот ссылочки. Следующий дизайнер, это для меня новый дизайнер. Я ее никогда не видела и не знала. Называется Fairy Wool in the Wood, чтобы это не значило. И вот такие в примитивном стиле она создает дизайны. Ну, на любителя. Я, например, как бы спокойна к этому. Но есть интересные времена года у нее здесь есть. Вот так называется ее компания. И вот она перед вами сама, лично. Приятная очень женщина. А это Рината Паралин. Он не разрешает снимать. Но мы воспользовались моментом, когда он куда-то отошел. И вот нам женщина общий план разрешила снять. И пока Ира ее там развлекала оболочками, я там что-то попыталась поснимать вам. Ну, вы останавливайте кадр, увеличивайте и рассматривайте, что вам интересно. И вот его сайт, собственно говоря. Ну, а это стенд для тех, у кого сердечко начинает биться чаще от этих дизайнов. Куори, Батти Куори называются. Вот такие сэмплеры, которые нам очень-очень понравились. Они по сезонам. Там вот это зимние серенькие, подушечки. Ну, это довольно-таки известная фирма. И опять же, останавливайте, увеличивайте, рассматривайте поближе. Очень красивые, очень нежные. Опять же, примитивные. Я смотрю, все в примитивном куда-то направлении движутся. Все вот именно в таком стиле. Ну, во всяком случае, на этой выставке было. Следующий стенд был. Я сначала подумала об Эла Филиппина. Ну, потому что я не в курсе в этих всех русалках. Но это называется «Пассионы де Рикамо». И они мне дали вот такой буклетик. И мы можем с вами пролистать и посмотреть, что у них там есть. Так, ну вот такие русалки у них там имеются. Вот такие феи. Вот такая русалка-сирена. Вот еще. Феечки. А, вот такая дамочка. Опять же, здесь видите бисер. Ну, в стиле этой бывшей Филиппины, Миробилии. Вот такая интересная вышивальщица. Ангелочки. Такой ангел Рождества, наверное. Еще какая-то фея. Вот это мне понравилась мама с детками на Рождество. Классная фея. Вот такая парочка. Еще фея. Есть серия для любителей Хэллоуина. Вот такие дамочки. Вот. Такая ведьмичка. Ну, а мне, честно говоря, понравились вот эти алфавиты. Вот этот с розами очень мне понравился. Вот с гиацинтой. Как это называется? Гиацинтой? Нет. Глицинией. Вот такая с этим... С тыковками. Здесь пейзаж внизу. Вот это... Вот эти мне понравились. Ну, вот тоже вот очень красивый. С розами вот такой красивый дизайн. Красивый. Есть на, как говорится, на любой вкус и цвет. Вот, пожалуйста, любителям чашечек кофеечку. Такие сердечки. Ну, вот мне понравился больше всего вот этот розовый. Ну, вот. Вы ее видели. Лаура. Здесь есть и инстаграм, и фейсбук. Потом Лене надо было уезжать, и у нас была вот такая импровизированная встреча вышивальщиц в багажнике тайной машины. Лене, к сожалению, работы я прохлопала, стояла у рот разявив, рассматривала их. А это вот Ирины вышивки. Она привезла показать, что там она навышивала. Вот эта лимона, если вы помните, она в Париже купила. Этот венок от Dimensions Сезоны. Ну, мне просто хотелось поснимать, как это все выглядело со стороны. Вот это, конечно, этот сэмплер от Ланарты сумасшедший, очень-очень красивый. И вот эти Мирхиловские музыкальные инструменты на этой принтованной ткани. Второй павильон этой выставки находился вот в этой крепости. Она называется Тре-Торе. Тут три башни переводится. И вот в одной из башен была эта выставка. Сейчас посмотрим картам. Вот в такой, в таком красивом замке проводится выставка вот в этом здании. Ну, это часть выставки. Она была бы освещена больше таким аксессуарам, тканям. Здесь синтепону. У нас есть различные всевозможные ткани. Ножнички там продавались. Беллпулы. Ну, на любой цвет, как говорится, и вкус. Такие всякие разные коробочки деревянные, фанерные, вырезанные. Вот такие шармики, пуговицы. Ну, такое все аксессуары, одним словом. Потом мы увидели там, были шкатулки. Ну, вот эта бабушка продает антикварные вещи. Там фарфор, салфетки вот эти вышитые. Этот стенд с бижутерией. Я не знаю, сейчас, наверное, ни одна вышивка без бижутерии не обходится. А вот так прошел первый день выставки. Уже 6 часов вечера. Солнце садится, закрывается выставка в 6. И мы пошли отдохнуть и перекусить. Ну, это так, в зарисовке, чтобы передать вам атмосферу. Видите, почти красный ковер нам на разложили здесь. Кто-то сидел и плакал, что у меня спина болит. Все, я уже не можу. Все, я посидела, мне легче. В поисках ресторантов. После тяжелого трудового дня. Ну, здесь не только бар. Здесь и спицы едят они. Ну, а там уже нормально будет ресторан поесть. Мы посмотрим, что у них вообще предлагают. На второй день мы решили вернуться и посмотреть поподробнее. То, что мы не досмотрели. Дотратить все деньги, которые остались. Вот здесь были представители Франции. Но они привезли там разных дизайнеров. Там они как бы продвигали выставку, которая будет у них вот скоро, совсем в апреле. Этот дяденька был совсем не дружелюбный. Он не разрешал снимать. И я даже не спросила, как называется его эта фирма. Ну, да нет и суда нет. Это стенд называется MyFanny. Компания, дизайнер, не знаю. Ну, какие-то они все в одинаковом стиле. Все вот эти примитивные. И у меня они, честно говоря, слились в одно что-то единое. Коры, ботикоры, MyFanny, что там еще было. Ну, вот кому интересно такие дизайны, пожалуйста. А, ну, вот снова Никки Креэйшн Примитивс называется. Ну, здесь вроде как более винтажный стиль. Но, в принципе, и одно и то же вот эти такие простейшие сэмплеры. Следующий стенд у нас Samplers Forever называется. Вот эти яйца мне очень понравились в пасхальной тематике. Ну, и опять же, все-все. Сэмплер, примитив, домики вот такие всякие разные. И я вот оставлю они там. У них стояла вот такая штучка. И можно пройти и посмотреть на них. Вот этот стенд мне понравился. Была необычная такая принтованная канва. И на принтованной этой канве вышиваются вот в данном случае здесь крестиком цветочки вышиты. А листочки это все нарисованы. Там есть и вышивка, ну, всякими разными техниками. Вот эти рококо, как они называются, шовчики. Ну, прикольно, мне понравилось. Необычно. Вот ее имя. А вот по такой сумке можно было вышивальщицу узнать. Это вышита крестиком сумка. Ну, вот закончилось наше путешествие. Нам пора идти на поезд. Вот это памятник всем павшим на всех войнах. Вот здесь написано. А вот такое солнечное, это самое, солнечное часы. Прикольно, да? Сколько у нас сейчас времени? Что он показывает нам? У нас 11. А он почему? Ну да, он показывает на пол 12 почему-то. Нет, на 11 правильно, все правильно. Вот у нас 11, вот у нас посередине 12. И в ту сторону идет чуть-чуть наоборот, как мы привыкли. Ну, и как это не печально, все хорошее когда-то заканчивается, как и все плохое, впрочем. Последний взгляд на площадь, где мы провели прекрасные часы, общаясь с нашими единомышленниками. И мы идем на вокзал. Нам сейчас надо доехать до Модене, а потом в Милан, а потом мне в Швейцарию. Мы опоздали на наш поезд. Наш поезд уехал. И даже его не осталось. Видно. Мы приехали до Модене. И пошли обедать. И спокойненько так пообедали. И перепутав расписание, пришли на 10 минут позже. Естественно, наш поезд ушел. Но не переживайте, мы доехали домой. Это заняло, конечно, на 2 часа дольше. На перекладных, как говорится, с 10 пересадками. Но мы переехали. Все, закончилось хорошо.